Здравствуйте! В эфире телеканал СБС и радио СБС-ФМ. Вечерний выпуск новостей в студии Лидия Молодцова. Вначале коротко о главном. Ходжалы, Тертер и Ханкянди, назначенные временные коменданты, приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности и порядка на освобожденных от оккупации территориях. Каждый дом, каждое здание и объекты инфраструктуры взяты под охрану, сообщил глава МВД Азербайджана. На встрече с делегацией Хамас в Москве российская сторона подтвердила неизменность своей позиции по поводу необходимости создания суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей Восточном Иерусалиме и сосуществующего в мире и безопасности с Израилем. Третья мировая война может начаться с Ближнего Востока, если Израиль и его союзники начнут воевать с Ираном, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. В столице Грузии прошел четвертый международный форум «Шелковый путь». Здесь обсуждались потенциал наращивания пропускной способности портов и дорог, меры по развитию среднего коридора и современные технологии грузоперевозок. Президент Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о назначении Арифа Мамедова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Греции. Ранее он занимал должность председателя правления Государственного морского и портового агентства. Другим распоряжением главы государства Вюсал Абдулаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Словакии. Занимавший эту должность ранее Руфшан Садыкбели отозван с нее распоряжением президента Азербайджана. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с членом Совета представителей Ирака Эльшадом Салихи. В ходе встречи с удовлетворением была отмечена возросшая в последнее время динамика в Азербайджано-иракских отношениях. В частности, визиты президента Ирака и главы МИД Азербайджан в марте и июле текущего года, а также встречи на высшем уровне. Было подчеркнуто и значение существующего политического диалога между Азербайджаном и Ираком, экономических и торговых связей, межпарламентского и межрегионального сотрудничества. Помимо существующих дипломатических представительств в обеих странах, дальнейшему сближению народов может способствовать и содействие гуманитарным обменам через культурные центры. Европейский Совет заявил о неизменной поддержке продвижению устойчивого и прочного мира между Арменией и Азербайджаном, основанного на принципах признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности. ЕС призвал Баку и Ереван завершить этот процесс к концу 2023 года. Ранее президент Европейского Совета Шарль Мишель объявил, что Брюссель пригласил лидеров Азербайджана и Армении принять участие в трехсторонней встрече до конца октября. Однако специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тайвок Лар сообщил, что ожидаемая встреча, скорее всего, не состоится. Он подчеркнул, что консультации будут продолжены с обеими сторонами. Штаб-квартира ЮНЕСКО не должна находиться на территории Франции. Об этом говорится в заявлении общины западного Азербайджана. Высказывание министра культуры Франции о том, что ее страна создала базу данных по армянскому культурному наследию в Карабахе, показывает, на каком примитивном уровне находится знание французских официальных лиц о международном праве и межгосударственных отношениях. В противном случае они не предпринимали бы такие гнусные действия на территории суверенного государства. В заявлении общины подчеркивается, что Франция веками разворовывала культурное наследие африканских народов. По некоторым данным, только из Африки Франция украла 90 тысяч образцов культурного наследия. Антиазербайджанская деятельность Франции в ЮНЕСКО после Второй Карабахской войны серьезно подорвала независимость данной организации. Военное партнерство Парижа и Еревана создает реальные предпосылки для опасной милитаризации Южного Кавказа, что подрывает мирную повестку Баку. В то время как Азербайджан после разоружения армянских вооруженных формирований в Карабахе выдвинул мирную программу для разрядки напряженности, Франция создает благодатную почву для новых военных столкновений. Тема продолжим с нашим гостем. К нам подключается Орхан Набиев, политолог. Орхан Мелем, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, Лидия Харукова. Что ж, вот Франция активно налаживает военное сотрудничество с Арменией. Париж обещает поставить Еревану системы ПВО, зенитные ракетные комплексы и другое вооружение. То есть сейчас и так непростая геополитическая ситуация и конфликт на Украине и на Ближнем Востоке. Чего пытается добиться таким образом французский лидер? Восстановить свой пошатнувшийся авторитет или же развязать новую очередную войну? В первую очередь, это нужно говорить, что это анти-турецкая, анти-азербайджанская, в целом анти-мусульманская позиция Франции. Она просто продвигается десятилетиями. Да, мы раньше этого не так часто чувствовали и на себе. Но в принципе, в последние несколько лет, особенно после 44-дневной войны и во время 44-дневной войны, мы все помним инициативность в негативном смысле президента Франции Макрона. И вообще, как наш президент, господин Илхамалев, как ему отвечал. Это все говорит о том, что Франция имеет свои интересы на Южном Кавказе. В первую очередь, мы должны вспомнить процесс Восточного Средиземного моря. Это, значит, демарш против Турции. Во-вторых, мы видим, что единственная страна, член НАТО, это является Франция, которая не имеет, и вообще Франция создает такой вокруг себя альянс западноевропейских либеральных стран, которые имеют против Турции прямые неприязни. Даже если вспомнить начало Российско-Украинской войны 24 февраля 22 года, первые три месяца, какую позицию Франция продвигала. Это говорит о том, что французская дипломатия, вообще французская внешняя политика, на английском есть слова hypocrisy, лицемерие. Она основывается на этом. Даже мы видим, какие бизнес-круги, бизнес-институты Франции приезжают в Баку, чтобы наладить экономические отношения, и как сама политическая руководство Франции ведет себя. У Франции нет четких целей. У Франции есть только такое мерзкое поведение, подрыво стабильности. И она как бы с собой хочет заменить Россию для Армении. Это не получится. Почему не получится? Да, во Франции могут находиться большое количество армян, а может находиться армянская диаспора. Но эти армяне не имеют ничего отношения с армянами, которые живут в регионе, которые живут на Южном Кавказе. Да, они приезжают раз в год там, как туристы, очень хорошо. Родина, историческая Родина, и то не историческая Родина. Ну, так они себе его представляют. Фоткаются на фоне Агрыдаха, возвращают к себе, отправляют ежегодно какую-то сумму и считают себя патриотами. Но в основном это политическая инициатива Макрона, которая нацелена на внутреннюю аудиторию, это нацелена на армянскую диаспору, это нацелена на то, чтобы постоянно, значит, просто выдергнуть деньги из диаспоры и параллельно иметь какие-то связи, какие-то рычаги на Южном Кавказе. Мы знаем, что на данный момент есть Европейская наблюдательская миссия в Армении, и мы знаем, что она не против Азербайджана, она находится там против вторых третьих стран, против Российской Федерации, может быть, может быть, против того же самого же Ирана. Даже мы видим, что какие прекрасные отношения имеют Иран и Франция. В принципе, вся роль Франции – это просто дестабилизация региона, чтобы в регионе никогда не наступил долгосрочный мир. Даже несмотря на то, что Франция является ведущей страной Европейского Союза, она напрямую выходит против политики Евросоюза. Орхан Мелли, вы меня слышите? Орхан Мелли? Да, извините, у меня связь оборвалась. Не слышите? Да, Орхан Мелли, мы вас слышим. Орхан Мелли, ну вот за оружие… По ставке вооружения она может исчисляться несколькими сотнями миллионов евро. Вот, на ваш взгляд, чем Армения будет платить Франции? Орхан Мелли, ну вот, по-моему… Связь с нашим гостем прервалась. Я напомню, что к нам подключался Орхан Набиев, политолог. О создании ханкиандинского городского отдела полиции сообщил на заседании коллегии МВД Азербайджана министр внутренних дел генерал-полковник Вилаяд Эйвазов. Кроме того, в Ходжалы, Тертери и Ханкианди назначены временные коменданты, приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности и порядка на освобожденных от оккупации территориях. Каждый дом, каждое здание и объекты инфраструктуры взяты под охрану, сказал министр. Он также рассказал и о том, что на позициях, брошенных незаконными армянскими вооруженными формированиями, обнаружены многочисленные боеприпасы и военная техника. После поражения в 44-дневной войне Армения стала активно искать новых поставщиков военной техники и оружия. Полагая, что это и есть путь к победе. Одна из стран, которая решила поддержать агрессорскую политику Еревана, стала Индия. Подобный союз волнует экспертов, учитывая, что он создает серьезную угрозу миру и стабильности в регионе Южного Кавказа. Армения является крупнейшим покупателем оружия у Индии. Активное вооружение Еревана является серьезным ударом по мирному процессу. Такое заявление сделал премьер-министр Азербайджана Алиасадова в ходе встречи с государственным министром торговли и промышленности Индии Ануприи Патель. По его словам, покупка военной техники и боеприпасов на сотни миллионов долларов стороной, якобы заинтересованной в мире, демонстрирует ее истинные намерения. Мнение премьер-министра Алиасадова разделяют как местные, так и международные эксперты. Они уверены – военное сотрудничество Еревана и Нью-Дели направлено против мира и безопасности в регионе. Отечественная война показала истинное отношение многих стран к Азербайджану, в том числе и политику Индии, которая открыто поддерживает Армению. Наша страна неоднократно выражала обеспокоенность тем, что Нью-Дели вооружает Ереван, ведь это приводит к тому, что установление мира в регионе усложняется. Индия далеко не в первый раз продает Армении оружие. Только в 2020 году индийские компании, обойдя конкурентов из региона, поставили Еревану четыре радара Суэзина сумму примерно 44 миллиона долларов. Такие действия Индии противоречат принципам ее внешней политики, которые, как утверждают Дели, зиждутся на нормах и принципах международного права, а также на исторических абондунгских принципах движения неприсоединения, в котором также представлена эта страна. «У Индии несколько причин для того, чтобы вооружать Армению. Во-первых, ее беспокоит единство мусульманских стран. В данном случае это Азербайджан, Турция и Пакистан. Как мы знаем, в Индии не на шутку царит исламофобия. Во-вторых, она хочет укрепить свою позицию в данном регионе, учитывая, что сейчас отношения между Арменией и Россией не прежние. Недели пытается воспользоваться этой ситуацией». Официально Баку не раз заявлял о том, что расценивает закупку вооружений Ереваном как попытку дистанцироваться от мирной переговорной повестки. Справедливо считая, что целенаправленная милитаризация Армении может иметь непредсказуемые последствия для всего региона Южного Кавказа. Причем это происходит в период, когда Азербайджан ведет переговоры о мирном соглашении с Арменией. Деструктивные шаги Индии открывают путь для милитаризации Армении и скалации ситуации, создавая препятствия для установления устойчивого мира и безопасности во всем регионе. Беновща Назарова, Сибиси. В Израиле продолжаются демонстрации в поддержку семей и близких похищенных Хамас. Правительство Израиля просит сделать все возможное, чтобы вернуть заложников. Демонстранты понимают, что начало наземной военной операции армия обороны в секторе Газа может поставить под угрозу жизнь израильских граждан. Родные и близкие похищенных Хамас-израильтян провели накануне демонстрацию и митинг в Тель-Авиве с требованием активизировать усилия по освобождению заложников. Возвращение пленных домой – это главная обязанность правительства Израиля. Такое мнение высказала принявшая участие в демонстрации Карин Эль-Харар, экс-министр экологии страны. Я здесь, чтобы обнять членов семей пленных, сказать «Все мы их поддерживаем. Также мы хотим донести посыл до правительства, что мы должны сделать все, чтобы вернуть заложников домой. Это наша обязанность. У государства есть обязательства перед своими гражданами, чтобы они были морально и физически здоровы в Израиле. Это не вопрос коалиции или оппозиции. Мы будем предоставлять помощь, делать все вместе. Правительство, государство Израиля должны быть ответственными и вернуть всех пленных». Сотни людей вышли на улицы с плакатами, на которых изображены заложники Хамас. Одна из участниц демонстрации, Николь Беньямин, ждёт возвращения своей лучшей подруги – Эден. По словам Николь, 7 октября Эден принимал участие в музыкальном фестивале «Супернова» в пустыне рядом с границей сектора Газа. Там и произошло одно из первых нападений боевиков Хамас. Звучал сигнал тревоги. Эден спряталась в машине со своими друзьями. Боевики Хамас застрелили её друзей прямо у неё на глазах. Она не знала, что делать. Эден позвонила своей сестре и сказала, что находится в машине с двумя телами. По совету сестры она выбежала из машины и укрылась. «Она пряталась около четырёх часов. До того, как оборвался звонок, мы услышали выстрелы. И Эден сказала, меня поймали. Представители армии Израиля сказали нам, что она в плену у Хамас. Мы не знаем, жива ли она сейчас. Поэтому, если будет наземная операция, она должна проводиться с хирургической точностью». Кфар Аза – кибуц, расположенный в двух километрах от сектора Газа и далеко от города Сдерот. 7 октября на кибуц напали боевики Хамас. Многие жители, в том числе около 40 женщин и детей, были убиты. Остальные взяты в заложники. «Я нахожусь в кибуце Кфар Аза. Это один из кибуцев, который первый подвергся нападению террористов Хамаса. Чтобы было понятно, вот была первая линия домов. И вот за моей спиной вы видите забор, и там есть ворота. И эти ворота террористы смогли прорезать, прорвать и на мотоциклах они прорвались сюда. Первое, что они встретили, это так называемый молодежный поселок внутри кибуца. Это такой квартал, где живет молодежь. И первые жертвы начались там. Видно, насколько искорежены дома. Люди пытались прятаться в защищенных помещениях. И боевики находили их там. И там, где они могли прорваться внутрь, они уничтожали людей». «Когда мы пришли сюда, я увидел убитых женщин. Там был обезглавленный солдат. В Кибуце-Беэре я лично выносил из горящего дома обезглавленного младенца. Эти подробности помогут вам составить картину произошедших здесь зверств. Ведется подготовка к наземной операции в секторе газа. Она будет жестокой. К сожалению, не обойтись без жертв среди мирного населения». За 20 дней, прошедших после нападения боевиков Хамас, Израиль нанес по сектору газа серию сокрушительных ударов, а войска Цахал заняли позиции для проведения в анклаве наземной операции. Однако высокопоставленные лица Израиля все еще не пришли к единому мнению относительно того, что делать дальше. Как пишет The New York Times, спустя почти три недели после эскалации, правительство Нетаньяху так и не дало разрешения на операцию. Он утверждает, что для этого необходимо согласие всех членов военного кабинета, сформированного 7 октября. По данным источников издания, первоочередной проблемой является судьба заложников и переговоры, посредником в которых выступает Катар. Министерство иностранных дел Израиля осудило визит представителей палестинского движения «Хамас» в Россию. Внешнеполитическое ведомство еврейского государства призвало российские власти выслать делегацию «Хамас» и страны. Между тем, в Кремле заявили о стремлении Москвы к диалогу со всеми сторонами конфликта. Недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимизации зверствам террористов «Хамас». Так, в пресс-службе израильского МИД прокомментировали визит в Москву представителей палестинского исламистского движения. Встреча в российской столице вызвала гнев израильской стороны, которая с начала очередной эскалации в регионе 7 октября неоднократно проводила параллели между «Хамас» и террористическим движением «ИГИЛ». Таким образом, Израиль расценил визит делегации «Хамас» в качестве поддержки терроризма со стороны России. Израиль призывает российское правительство немедленно изгнать террористов «Хамас». Руки главарей «Хамас» запятнаны кровью более чем 1400 израильтян, которые были зарезаны, убиты, расстреляны и сожжены. Они несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и стариков. Москва от обвинений в свою сторону открестилась. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кремлевская программа у представителей «Хамас» отсутствует и никаких контактов с Кремлем у движения нет. По его словам, Москва считает необходимым продолжать контакты со всеми сторонами конфликта, в том числе с Израилем. При этом Песков уточнил, что российский лидер Владимир Путин не планирует встречаться с представителями «Хамас». Действительно, терроризм в любых его проявлениях ничем нельзя оправдать. Это абсолютно соответствует нашей последовательной позиции, которую неоднократно рассказывал президентом России. Что касается газа, то мы тоже неоднократно говорили, что там действительно сейчас происходит гуманитарная гуманитарная катастрофа, которая является, наверное, предметом сейчас внимания и самой глубокой озабоченности практически всем секторам. Делегацию палестинского движения возглавил член политбюро «Хамас» Абу Марзук. На встрече с делегатами движения обсуждались вопросы освобождения иностранных заложников, эвакуации россиян и граждан других стран из сектора газа. МИДРФ подчеркнул, что Москва подтвердила неизменность российской позиции по поводу необходимости создания суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей Восточном Иерусалиме и сосуществующего в мире безопасности с Израилем. В свою очередь Абу Марзук заявил, что палестинские делегаты прибыли в Москву по приглашению российских дипломатов, и это, по его словам, должно показать всему миру, что Москва считает «Хамас» не террористическим, а освободительным движением, отстаивающим интересы своего народа и борющимся за справедливость. Обсудили все, что касается палестинской проблемы. Вместе определим будущее для всего региона и человечества отлично от того будущего, которое рисует США. В развязывании конфликта виноват Запад, Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, а Израиль создал все условия для этой войны своими действиями в отношении Иерусалима на западном берегу Иордана, блокады газа и отношения к палестинским узникам. Нынешний визит представителей «Хамас» в Москву стал первым со дня эскалации ситуации на Ближнем Востоке. До этого представители движения уже не раз приезжали в Россию. В частности, в прошлом году в Москве прошла встреча главы МИДа России Сергея Лаврова с главой политбюро движения Исмаилом Ханией. Кроме того, ранее российский МИД анонсировал предстоящий визит в страну президента Палестина Махмуда Аббаса и его встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Израильские военные зафиксировали новый обстрел со стороны Ливана. При этом запущенные снаряды, по их информации, упали на территории Сирии. Об этом сообщила армейская пресс-служба. Между тем, стало известно, что Израиль в ходе непрямых переговоров с движением «Хамас», осуществляемых при посредничестве властей Катара и Египта, предложил установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников и возвращение тел погибших, сообщил телеканал «Ар-Алябия». Палестинское движение отклонило данную инициативу. О ситуации на Ближнем Востоке мы поговорим с собственным корреспондентом Сибиси в Тель-Авиве Романом Янушевским. Он подключается к нам. Роман, здравствуй. Что ж, есть информация, что Израиль начал наземную военную операцию, что ты можешь сказать на этот счет? Добрый вечер, Лидия. Это предварительная информация, пока она никак официально не подтверждается. Ну и, как водится, когда начинаются подобные операции, занимает какое-то время понять, что это действительно оно, что это не просто какие-то совпадения и события. Но факты говорят за себя. Сейчас проводятся в последние полтора часа интенсивные бомбардировки западной части сектора газа. Причем в секторе говорят, что это самые интенсивные авиаудары израильские по их объектам, начиная с 7 октября. Это с одной стороны. С другой стороны, палестинские операторы сообщают, что в секторе газа обрушилась сотовая связь и пропал интернет, и как раз создание подобных помех может говорить в пользу того, что началась сухопутная операция для того, чтобы помешать связи боевиков между собой. Это как раз таки явный признак того, что это может быть оно. Но я думаю, нам надо следить за событиями в ближайший час, и тогда будет уже понятнее, действительно это она операция или нет. Известно лишь то, что в последние дни велись интенсивные переговоры по поводу освобождения заложников. И мы все понимаем, что эти переговоры имеют прямое отношение к началу военной операции. Операция была отсрочена, видимо, даже и неоднократно по просьбе президента США Джо Байдена, именно для того, чтобы дать возможность завершить эти переговоры и освободить максимальное количество заложников, которые содержатся у Хамаса. За все это время было освобождено всего лишь 4 человека, 4 женщины, 2 из них пожилые, а также мама и дочка. Но мы знаем, что в Газии содержится как минимум 224 человека, но, видимо, даже и больше. Израильтян, они содержатся, это не считая двух или трех израильтян душевнобольных, которые содержались там и до этого, плюс есть тела павших солдат. В общем, таким образом имеется больше 220, освободили только 4. И речь шла о том, что Хамас может освободить около 50 заложников, детей, стариков и женщин. Те и тех людей, кто нуждается в срочной медицинской помощи. Однако сначала появились публикации, в том числе на арабских телеканалах Аль-Арабия и Аль-Джазира, о том, что наблюдается некоторый прорыв, существенный прорыв на этих переговорах. Но затем появилось другое сообщение, противоречащее, что переговоры зашли в тупик. И Хамас ответил отказом на инициативу Израиля по поводу освобождения заложников в обмен на прекращение огня. Пока получается это слово против слова, сообщение одного новостного канала против сообщения другого новостного канала. Но косвенно говоря, если мы видим, что воздушные удары стали действительно очень интенсивными, это скорее свидетельствует в пользу того, что переговоры зашли в тупик и пути из него никакого уже не видно. И тогда получается, что Израиль делает ставку на проведение военной операции в секторе Газа. Собственно, армия уже находится у границ Газа. В последние две с половиной недели было призвано сначала 300 тысяч резервистов, потом еще 60 тысяч резервистов. Да, часть из них находится у северных границ. Но мы знаем, что помимо этого отдельные подразделения совершали кратковременные такие рейды сухопутные за последние две ночи на территории Газа. И стало понятно, что все уже плотно двигается в сторону сухопутной операции. Опять же, тут есть и другие открытые вопросы. Например, Хизбалла ранее угрожала начать вступить войну на стороне Хамаса в том случае, если начнется сухопутная операция. И несмотря на внутриполитические соображения, внутри Ливана, там мощный политический кризис, экономический кризис, мы понимаем, что Хизбалла не полностью свободна в принятии решений. И из Тегерана ей может поступить указание вмешаться в войну. И получается, если, к сожалению, пока мы говорим, у нас это всего лишь предположение, если мы говорим о начале наземной операции, то есть вероятность того, что Хизбалла действительно откроет второй фронт, а также другие проиранские группировки. Это пока лишь вероятность. Мы знаем, что у нас неподалеку от Израиля находится американский флот, даже два крупных авианосца, две авианосные группы, и одна из них у Красного моря. И, кстати, пресс-секретарь израильской армии сообщил о том, что была перехвачена ракета над Красным морем, летящая в сторону Израиля. По всей видимости, она была выпущена из Йемена проиранскими повстанцами и хуситами. В общем, обстановка сейчас очень сильно накалена, и о том, началась ли сухопутная операция или нет, станет понятно, я так предполагаю, в течение часа. Я предлагаю следить за новостями, и мы это скоро все действительно узнаем. Лидия? Большое спасибо, Роман. Да, конечно, мы будем обслеживать всю обстановку. А я напомню, что к нам подключался собственный корреспондент в Тель-Авиве Роман Янушевский. Третья мировая война может начаться с Ближнего Востока, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, это произойдет, если Израиль и его союзники начнут воевать с Ираном. Назвав Палестино-израильскую войну большой трагедией, Лукашенко при этом подчеркнул, что использование Хамас оружия иранского производства вовсе не означает участие Тегерана в конфликте. По мнению президента Белоруссии, фактов участия Ирана в атаке Хамас на израильские территории нет. Если американцы, подтянув ударные авиагруппы, начнут бомбить со Средиземного моря, то, цитата, какие-то страны и особенно Иран ответят, считает Лукашенко. И не факт, по его мнению, что авианосец устоит в Средиземном море. Его потопит, убежден президент Белоруссии. Израильские ракетные обстрелы с сектора ГАЗа провели к повреждению более 200 школ, причем около 40 из них повреждены очень серьезно. Это около 40% от общего числа учебных заведений в секторе ГАЗа. Более 600 тысяч учеников и свыше 22,5 тысяч учетелей в этом регионе находятся в уязвимом положении, сообщает ЮНЕСКО. После террористических актов, совершенных 7 октября против израильского гражданского населения, силами Хамас операции армии Израиля в секторе ГАЗа вызвали серьезный гуманитарный кризис, затронувший все сферы жизни гражданского населения, включая образование. В этой связи ЮНЕСКО призвала всех участников конфликта не наносить удары по образовательным учреждениям, поскольку безопасность учеников и преподавателей окажется под угрозой. ЕС необходим план «Б» по Украине, поскольку текущая европейская стратегия на этом направлении провалилась. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Венгрия, вопреки требованиям руководства Евросоюза, не может и не хочет направлять средства своих налогоплательщиков на оказание военной помощи Украине. Он напомнил, что согласно плану Украина должна была вести оборонительную войну, а Евросоюз должен был предоставить ей деньги и военную помощь. Несколько месяцев назад было объявлено о начале украинского контрнаступления. Если бы эта цель была реалистичной, если бы они победили на линии фронта, то тогда можно было бы просить деньги, но эта стратегия провалилась, заявил Виктор Орбан. «Пока победа Киева – реальный сценарий, можно говорить, что мы дадим денег на его реализацию, но сейчас все знают, но не осмеливаются озвучить, что эта стратегия провалилась. Совершенно очевидно, что так не выйдет. Украинцы на фронте не победят. Это уже все военные эксперты говорят и пишут. Только политики не смеют сказать, что выбрали плохую стратегию». Виктор Орбан отметил также, что не может быть речи о проигрыше России или смещении президента России Владимира Путина со своего поста, что, по его мнению, изначально входило в стратегию Запада. Ранее в Евросоюзе заявили о растущей угрозе со стороны Венгрии из-за ее близких связей с Россией. Несмотря на наличие разногласий у Китая и США, есть много важных общих интересов, требующих поддержания диалога. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкином в Вашингтоне. Дипломат подчеркнул, что в отношениях между Китаем и США время от времени будут звучать резкие голоса. Но в Пекине убеждены, что все зависит не от того, кто имеет более сильную руку или громный голос, а от того, кто ведет себя в соответствии с китайско-американским коммунике. «Между нами есть разногласия и различия. В то же время нас объединяют важные общие интересы. Мы сталкиваемся с вызовами, на которые нам необходимо реагировать сообща. Поэтому диалог между США и КНР необходим. Следует не только возобновить диалог. Он должен быть глубоким и всеобъемлющим, чтобы с его помощью мы могли улучшить взаимопонимание, уменьшить недопонимание и неправильные оценки, стабилизировать китайско-американские отношения и вернуть их в нужное русло – здорового, стабильного и устойчивого развития». Переговор Иван И. и Энтони Блинкина проходит накануне предполагаемой встречи председателя КНР Синь Цзиньпиня и президента США Джо Байдена на саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Хотя эта встреча пока официально не подтверждена. Правительство Дании представило законопроект, запрещающий публичное сжигание священной книги «Мусульман» Корана. Он был переработан после того, как подвергся критике из-за ограничения свободы мысли. Министр юстиции этой страны подчеркнул, что изменения были подготовлены на основе ответов профсоюза, сотрудников полиции и соображения по поводу чрезмерной сложности применения на практике первоначальных формулировок существующего законодательства. Это положение будет распространяться и на сквернение Библии, Торы или религиозных символов, таких как распятие. Согласно новому закону, нарушители будут наказываться штрафом или лишением свободы на срок до двух лет. В Бакинском конгресс-центре накануне стартовал киберфестиваль Critical Infrastructure Defense Challenge 2023. В рамках мероприятия впервые в Азербайджане проходит финальный этап конкурса «Кибервойна», цель которого – развитие навыков защиты критически важных информационных систем от кибератак и управления ими в кризисных ситуациях. Киберфестиваль Critical Infrastructure Defense Challenge 2023 организован государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской республики совместно со службой государственной безопасности. Его целью является совершенствование практики в сфере информационной безопасности, повышение знаний и навыков сотрудников государственных учреждений, критически важных инфраструктур, финансового и телекоммуникационного секторов, а также укрепление нетворкинга и координации между государственными и частными секторами. На киберфестивале, где представлено 14 отечественных и 27 иностранных компаний, 5 государственных учреждений и 8 стартапов, принимают участие более 1700 человек. Начался киберфестиваль с торжественной церемонии открытия, на которой выступил начальник государственной службы специальной связи и информационной безопасности генерал-лейтенант Ильгар Мусаев, руководитель службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев, председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казимов и другие официальные лица. В результате успешного развития президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, утвержденной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 2003 году национальной стратегией по информационным и коммуникационным технологиям во имя развития Азербайджанской Республики, Азербайджан в настоящее время превращается в региональный центр промышленной революции. Динамичное развитие информационно-коммуникационных технологий, играющих важную роль в научно-техническом прогрессе нашей страны, обуславливает необходимость управления рисками безопасности в этой сфере и повышение устойчивости информационных инфраструктур к киберугрозам. Направление обеспечения безопасности критически важных информационных инфраструктур, а также организация работы по борьбе с киберугрозами расширяется в сотрудничестве со спецслужбами стран-партнеров и передовыми технологическими компаниями данной области. Все это служит повышению обороноспособности национального киберпространства, а также укреплению наших позиций в глобальном киберпространстве. Особо хочу подчеркнуть, что внимание и забота, проявленная уважаемым президентом Ильхам Малиевым по формированию и развитию национальной экосистемы в области кибербезопасности, привели к серьезному улучшению позиций нашей страны в международных рейтингах. Желаю участникам конкурса «Кибервойна» эффективно воспользоваться созданными условиями и здоровой конкурентной средой. Желаю успехов! Сразу после церемонии открытия был дан старт соревнованиям в формате «Кибервойна». Затем гости и участники киберфестиваля ознакомились с выставкой и решением в области кибербезопасности. Местные и зарубежные компании, работающие в сфере информационных технологий и безопасности, представили на выставке собственные киберрешения. Также в ходе мероприятия был подписан меморандум между главой Центробанка Азербайджана Талехом Казымовым и начальником Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгаром Мусаевым. Документы взаимопонимания направлены на обмен информацией об инцидентах, связанных с кибербезопасностью, кибератаках и других попытках целенаправленных атак на финансовые рынки, а также на принятие превентивных мер. Одна из конференций первого дня мероприятия была на тему обеспечения эффективности киберзащиты критических информационных структур. Как сказал начальник службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Расулов, в сфере кибербезопасности имеется необходимость в новых подходах. Решения, обеспечивающие защиту информационных структур, имеют очень короткий срок службы. Иногда даже несколько месяцев. Это создает серьезную проблему для кибербезопасности. Поэтому подход соответствующих органов к вопросу безопасности изменился. Теперь все понимают, что мы не можем защитить свои системы от всех угроз. Ключевым моментом здесь является своевременное обнаружение угроз и атак, и устранение их последствий. С этой целью создан специальный центр, в котором проводятся соответствующие исследования. В рамках двухдневного киберфестиваля в целом будут организованы 10 презентаций по информационной безопасности, 5 панельных дискуссий, а также тренинги по шести различным направлениям. Все гости имеют возможность посетить выставку решений кибербезопасности, поучаствовать в виртуальных конкурсах и выиграть призы. В административном здании общины Западного Азербайджана прошла презентация книги «Национальный лидер Гейдар Алейф в воспоминаниях», состоящей из рассказов людей, встречавшихся и работавших с общенациональным лидером. Автором идеи о собрании рассказов жителей Западного Азербайджана стал профессор Международной академии наук тюркского мира Вагиф Шадлинский. Мы издали эту книгу, чтобы продемонстрировать, как память о Гейдаре Алейфе живет в сердцах людей. Ведь только со временем можно оценить величину той роли, которую национальный лидер сыграл в истории Азербайджана. Как беженцы из Западного Азербайджана, так и весь азербайджанский народ должны быть благодарны великому лидеру Гейдару Алейфу и его сыну, верховному главнокомандующему Ильхаму Алейфу. Ведь именно благодаря им исполнилась наша главная мечта – освобождение азербайджанских земель. В презентации гости также вспомнили истории беженцев насильно депортированных из Западного Азербайджана. Было подчеркнуто, что во время освобождения азербайджанских земель от оккупации, как в 2020, так и в 2023 годах, не было проявлено той жестокости, которую испытывали на себе азербайджанцы в 80-х годах. Члены общины Западного Азербайджана заявили об отсутствии каких-либо территориальных претензий к Армении и высказали надежду на возвращение на свою прежнюю родину. Израиль официально объявил о начале наземной военной операции. Прямо сейчас к нам подключается собственный корреспондент Сибиси в Тель-Авиве Роман Янушевский. С ним продолжим обсуждать данную тему. Роман, здравствуй еще раз. Что ж, теперь официально, как я понимаю, Израиль объявил о начале наземной военной операции. Как теперь будут складываться события? На самом деле, именно в тот момент, когда происходило мое прошлое подключение, параллельно в это же время, минуту в минуту выступал армейский пресс-секретарь Даниэль Агари. И он официально озвучил, что израильская армия усиляет сухопутные удары по сектору газа и, естественно, по позициям террористической инфраструктуры. Он также сказал, что израильская армия наносит удары как с моря, так и с воздуха и на земле. И, в частности, он дал понять, что применяются глубокие бомбы для нанесения ударов по бункерам. В этих бункерах скрываются лидеры группировки «Хамас» и лидеры палестинского джихада. Я уже не раз говорил в эфире, что под сектором газа существует целый подземный город, диверсионные туннели и вот эти логистические туннели, в которых находится руководство «Хамаса», и там осуществляется в командовании всеми операциями, планировании всеми операциями, диверсиями. И ранее, сегодня же, армейский пресс-секретарь говорил о том, что под больницей «Шифа», это самая крупная больница в секторе газа, находится главный командный пункт «Хамаса». И, таким образом, вся больница целиком используется как гигантский такой живой щит. Затем представитель армии заявил, что это всего лишь одно из доказательств, которое было приведено. Там показывались фотографии изнутри, показывались кадры аэрофотосъемки и другие доказательства. И он заявил, что будут другие доказательства по поводу других больниц, под которыми также находятся какие-то узловые объекты «Хамаса». Собственно, это одна из причин, почему в последние недели армия обороны Израиля призывала жителей северной части сектора газа покинуть эти районы, и в том числе призывала больницы эвакуироваться, зная, что именно под этими больницами находятся ключевые объекты «Хамаса». И так как они находятся под больницей, то бомбить их нельзя. Между прочим, по всей видимости, под давлением «Хамаса» многие из этих больниц так и не были эвакуированы, хотя такая возможность была. И сейчас не очень понятно, как именно все это будет продвигаться. Мы знаем, что армия обороны Израиля пытается сохранить вот это соотношение. С одной стороны, да, нужно уничтожать боевиков и командиров «Хамаса». С другой стороны, нужно сделать все возможное, чтобы не пострадало гражданское население. И не очень понятно, как можно это соотнести. Понятно, что любые боевые действия будут жертвы. Но, как показывают сообщения из сектора газа, все-таки основная масса населения из северных районов переместилась в южную часть сектора. Речь идет о, как минимум, 800 тысячах человек, которые перебрались к друзьям, родственникам южнее. Таким образом, там стало меньше гражданского населения. Это уже хорошая новость. Ну, а возвращаясь к теме наземной операции, ранее еще представители военного командования говорили, что эта операция будет совершенно другой. Она будет сильно отличаться от предыдущих подобных операций, и в частности, израильская армия будет действовать жестче по отношению к палестинским боевикам. И мы уже видим это на практике, когда речь идет о точечной ликвидации командиров. Уже перестали использовать, применять практику стук по крыше. Это такая практика, которая применялась уже на протяжении многих лет, когда известно, что в каком-то здании находится, например, оперативный штаб Хамаса, но там есть и другие квартиры. Во-первых, сначала обзванивали жителей, представители арабского отдела военной разведки. На арабском языке их всех предупреждали, чтобы они всех выводили из здания. Затем сбрасывалось какое-то небольшое взрывное устройство на крышу. Оно было рассчитано таким образом, чтобы здание сотрясалось, но при этом не разрушалось. Соответственно, если кто-то внутри остался, люди от страха выбегали на улицу, и тогда в армии могли быть уверены, что в здании никого нет. Только после этого на здание бросалась уже специально рассчитанная бомба, которая полностью его уничтожала, либо уничтожала конкретный этаж, конкретную квартиру. Израильские военные технологии, они таковы, что можно уничтожить просто отдельную точно взятую квартиру. И вот от этой точной практики сейчас периодически стали отходить, когда наносится удар, именно зная, что там речь идет о каких-то высокопоставленных командирах Хамаса. И мы знаем, что уже более 10 имен было озвучено представителей Хамаса, которые занимали какие-то ключевые должности, например, в спецназе Нухба, который принимал активную роль вот в этом самом страшном для израильчан за последнее время дне, в атаках 7 октября. В общем, сейчас то, что мы видим, это может определить много вещей. Сейчас очень важно смотреть, как будут реагировать другие игроки в регионе, та же Хизбалла, те же проиранские группировки, и очень многое зависит от этого. Вполне возможно, что Хизбалла прямо сейчас не станет подключаться, но если она увидит, что дела Хамаса плохи, и что израильская армия действительно преуспевает в наземные операции и эффективно подавляет Хамас, возможно, Хизбалла подключится тогда. Но это пока всего лишь предположение, как будет на практике, мы сможем узнать только в ближайшие дни, возможно, даже в ближайшие сутки. В Израиле наступила суббота, по еврейской традиции день начинается вечером, как в священных текстах. То есть суббота началась сегодня вечером, все отдыхают, шаббат, но вот наши военные, они нисколько не отдыхают. Вот прямо сейчас я вижу, ко мне поступают сообщения о том, что начались интенсивные обстрелы юга страны, Ашкелон и районы приграничной зоны. По всей видимости, это боевики отвечают на вот эти интенсивные авиаудары. Да, вот все больше и больше поступают сообщений. Прямо сейчас, в те секунды, что я разговариваю с вами, я вижу эти сообщения. В общем, по всей видимости, мы начинаем новый тяжелый этап этой войны. Завтра я снова выйду в эфир. Я думаю, что за ночь накопятся новостей и событий, и расскажу вам все последние новости. Лидия. Большое спасибо, Роман, и направляйся в безопасное место. И мы будем надеяться, что в скором времени все же разрешится сайта очень сложная и непростая ситуация. Спасибо большое. Спасибо. Я напомню, что к нам подключался Роман Янушевский, собственный корреспондент CBC в Тель-Авиве. А теперь к новостям в экономике продолжит моя коллега Медина Гурбанова. Трансадриатический трубопровод или ТАП может поставлять азербайджанский газ в более чем 10 европейских стран. Об этом сказал итальянским СМИ министр энергетики Азербайджана Первис Шахбазов. По его словам, ТАП уже зарекомендовал себя как варшинный проект, который служит целям энергетической безопасности. Шахбазов добавил, что план Repower EU, а также обновленный документ стратегического партнерства между Евросоюзом и Азербайджаном в сфере энергетики подчеркивает усиление роли газопровода ТАП. ТАП – это стратегический проект, который диверсифицирует энергоснабжение Европы в самые трудные моменты, гарантируя бесперебойные поставки газа из надежного источника. Заработав в полном режиме за очень короткое время, ТАП в прошлом году увеличил поставки газа в Европу на 40% до 11,4 миллиардов кубометров. Только на Италию пришлось более 84% этого объема, или 9,6 миллиардов кубометров. ТАП уже зарекомендовал себя как проект, который способствует обеспечению энергоснабжения и защите окружающей среды. Проект имеет перспективу поставок азербайджанского газа в более 10 европейских стран, и его развитие необходимо для устойчивой энергетической безопасности. Азербайджан работает над увеличением поставок природного газа в Европу, указал министр. В связи с этим ТАП имеет важное значение для европейских партнеров. Трансадриатический газопровод – европейская часть Южного газового коридора. Одной из основных целей Азербайджана является построение зеленой экономики и обеспечение ее устойчивости. Об этом в эфире телеканала CBC, сказала доктор философии в области экономики Эльмира Гуджаева. Наращивание зеленого роста и открытие городахской СС стало знаменательным событием в этом направлении, считает она. Эксперт также указала на роль Европейского банка реконструкции и развития в финансировании будущей ветроэлектростанции «ГЗ Абширон» мощностью 240 мегаватт. Все это позволяет Азербайджану с уверенностью планировать доведение к 2030 году до 30% доли энергии, извлекаемой из возобновляемых источников. Это создаст дополнительные условия для планомерного экономического развития государства, добавила Гуджаева. Строительство электростанции, даже вот надо здесь указать «ГЗ Абширон», который займет полтора года, конечно, будет иметь тоже главное специфическое значение. Здесь будет обеспечено электричество, прежде всего, проект, который рассчитан на 300 миллионов долларов. Конечно, есть расположение тому, что это поможет потом в последующем сэкономить и кубометр, большое количество кубометров природного базы. Азербайджан продолжит свою стратегию в области развития возобновляемых источников энергии в стране и нарастит экспортные возможности, уверен эксперт. По ее словам, достижение поставленных целей, а также расширение зеленых проектов укрепит роль Азербайджана как важного стратегического партнера на мировой площадке. В сфере, конечно же, зеленой энергетики Азербайджан электроэнергии, как вот в глазках Турции и через Грузии используют практику с целью расширения здесь продажи зеленой энергии. У Азербайджана есть наличие в области возобновляемой энергии, конечно, целенаправленная политика, которая потом в последующем нарастит экспорт зеленой электроэнергии. И, соответственно, надо сказать, что здесь внутреннее потребление как раз-таки Азербайджана, как сотрудничая с Грузией, можем экспортировать энергию в Европу. И тем самым, конечно же, данная часть, она является для нас расположением того, что Азербайджан, как важный стратегически надежный партнер, все-таки, как и показал 2022 год, он увеличивает энергетическую безопасность для европейских стран. Ну что ж, мы продолжим информировать вас о самых актуальных новостях экономики в следующих выпусках новостей. Лидия. Большое спасибо, Медина. Экономический блог представила моя коллега Медина Гурбанова. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!